У нас джинсовый день! Отлично! И в честь джинсового дня! Флэшмоб! Джинсовые брюки, юбки, сарафаны и компенезоны от светло-голубых до темно-синих оттенков. Модный приговор ученикам и учителям вынесла администрация школы и объявила джинсовый день. Такое нарушение дресс-кода – своеобразный урок стиля для современных детей. Иногда надо нарушать правила. Но правила можно нарушать по-разному. И можно просто устраивать игру по другим правилам. Мне кажется, что это здорово и классно. Когда мы на этот один день, день перед каникулами, устраиваем себе и детям такой праздник. В пятницу джинсовый день проходит в начальной школе, а в субботу свое умение сочетать вещи и создавать интересные комплекты будут показывать старшеклассники. Если подростки сами смогут справиться с выбором одежды, то ученикам младших классов помогали родители. Софья Серова с помощью мамы подобрала к джинсам жилетку. Мы с мамой вчера перелазили из дома, искали джинсы, никак не могли найти. В итоге нашли, которые недавно купили. Жилетку мы взяли у моей старшей сестры. Мальчикам проще джинсовые брюки в гардеробе у них есть всегда. У Вани Сидоренко мама даже обрадовалась такой акцией. Когда мама узнала, что в школу можно приходить в джинсах, она не возмутилась, а только была за. Джинс в акции совсем не мешал урокам. Дети все так же прилежно выполняли задания и слушали объяснения учителя. У Светланы Виталиевны Михайловичи большой педагогический опыт. В школе она работает 25 лет, но впервые она вела уроки в джинсах. Я прекрасно понимаю, что детям хочется расслабиться. Они вчера первое слово, которое сказали, прикольно. Но в конце концов, это последний учебный день, почему бы и нет. Администрация уже признала эксперимент с джинсовым днем удачным. И, возможно, перед новогодними каникулами ученикам и учителям вынесут еще один модный переговор.